Радио 54. Из каких ингредиентов оно делается целиком? Ну, вообще, вот вы уже начали говорить, это желтки, это сливки. Ну, смотрите, допустим, самый простой, классический, то есть это сливки. Чем жирнее, тем лучше. То есть это 22% жирности, там, животные сливки, естественно. Либо 33, да, то есть это сливки мы нагреваем на милином огне в какой-то там толстостенной сотейничке, кастрюльке. Желтки взбиваем сахаром. До крепкой пены, то есть желтки перебить нельзя. То есть белки можно перебить, желтки нет, поэтому нам белки не нужны. А желтки взбиваем с сахаром, то есть до крепкой пены. И потом всю эту взбитую массу мы вводим в молочную основу сливочную, которая подогрета, но не кипятили. Постоянно помешивая, завариваем до загущения. Даем остыть, снимаем с плиты и вводим какой-то вкусовой элемент. Там ваниль, это ром может быть немножечко, там, столовая ложка на 400 грамм сливок, там, на 4 желтка, да, к примеру. Вот, то есть что мы хотим. Может быть, это какая-то быть фруктовая, там, дополнение, основа, там, нотка. И после того, как оно остывает, после того, как мы заварили, слегка взбили, убираем в морозильную камеру, и в течение полутора часов первых, то есть каждые, там, минут 15-20, нам нужно его крепко, быстро, интенсивно взбить, но не нагрев при этом. То есть и часа через 3-4 будет готов пломбир сливочно-ванильный. То есть, да. Это вот классика без каких-то таких инструментов. Есть быстрые рецепты, то есть, например, итальянское такое мороженое Симмифредо. То есть это сыр, рикотто-творожный сыр, то есть это, по сути, перетертый мелкотворок, да, то есть такой называется сыр рикотто есть. Его мы можем взбить сахарной пудрой, туда добавить, там, на 350 сыра, грамм 70 растопленного шоколада, перемешать эту массу, отдельно взбить сливки охлажденные, соединить эти две массы, и убираем также созревать в холодильник. То есть у нас получится шоколадно-творожное, сливочное такое мороженое. То есть оно получается у нас без яиц, но за счет именно сыра, рикотто, будет держать свою массу. То есть это вот простые рецепты, которые, в принципе, дома можно реализовать, то есть используя любой супермаркет рядом, находящийся дома. Как сделать фруктовый лед? Смотрите, для фруктового, чтобы сделать фруктовый лед, нам потребуется крепкий сахарный сироп, то есть это вода, сахар, поставить на плиту, варить до консистенции такой, знаете, жидкий мед, ну, то есть если обыграть такое, да, чтобы слегка тянулось, да. А как это в пропорциях, сколько воды, сколько сахара? Ну, тут зависит еще, то есть видите, влага-то она испаряется, а сахар-то он концентрируется, поэтому больше налете воды, дольше будете упаривать, то есть и тут все зависит от тайминга, который вам необходим. Ну, примерно на 100 воды возьмите 80 сахара. То есть где-то так, да. Дальше ягоды. Клубничка, грамм 200, киви, штучки 3, то есть можно размять вилочкой, это либо пюрировать блендером, вот, и дальше, то есть массу сиропную делим на 2 части, и одну соединяем с киви, другую там с клубникой, вот, добавляем туда немножко лимонной кислоты. Хорошочек это? Ну, можно фреша лимонного, то есть выдавить из лимончика немножко капелек, там фреша столовую ложечку, перемешать это все, взять пластиковые стаканчики одноразовые, разлить туда эту массу и убрать в морозилку, то есть часа 3 она будет готова, ну, не забыв, поставив туда палочку, потому что потом мы извлекать будем из стаканчиков путем разрезания их, и на палочку у нас получится фруктовый лед, то есть ягоду можно использовать любую. Вот это очень быстро. Также популярно черное мороженое, есть такой момент, если интересно. Петон, ну, появилась совсем недавно. Активированный уголь туда, да? Я думала, что просто краситель, чисто потому, что никогда не было черного мороженого. Оно появилось достаточно так давно, популярность набирает очень сильно, и многих задают вопрос, а как оно делается, из чего оно получается? Активированный уголь. По сути, да, первое такое мороженое черное делалось... Саша угадал. Да, за счет корки кокосовых орехов, то есть делалось, вжигалось зола из них, то есть получалось пепел, пепел кокосовых корок, и уже делалось классическое мороженое с добавлением этого пепла, что давало черный насыщенный окрашенный цвет. Ну, по сути, это активированный уголь, да, то есть какая-то... Это не вредно? Ну, ассорбент, почему нет, мы все его принимаем, когда у нас какие-то есть сложности с организмом, то есть вреда-то он точно нам не несет, но выглядит это эффектно, то есть это черные губы, черный язык, то есть это черный рожок, там, да, если еще вафлю сделать черную, то есть это вообще, ну, такое безумно, да, то есть оригинально, поэтому... Это к Тимоти. Да-да-да. Ну, вот такие несложные, не замороченные рецепты, которые можно дома реализовать. Радион 54 Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.